В редакцию вечернего Магадана обратились магаданцы, лично столкнувшиеся в сентябре этого года с проявлениями кибермошенничества. И если в первом случае, благодаря бдительности самого жителя областного центра, беды удалось избежать, то магаданке не повезло. Деньги с ее кредитной карты через мобильное приложение у нее самым наглым образом украли. Но поражает в этих историях даже не дерзость в действиях кибермошенников, а реакция магаданской полиции. Она, мягко говоря, странная. Из средств массовой информации, из социальных сетей, мне известно, за какое большое внимание сейчас удивляется борьбе с телефонным мошенничеством. Это было для меня неожиданно. И на самом деле, собственно, факт мошенничества я смог распознать буквально, скажем, в нескольких шагах от беды, то есть буквально на последних секундах разговора. Я это распознал, причем я отдаю себе отчет в том, что мошенничество было бы профессионально сыграно, и масса других людей, может быть, чуть менее подготовленных, но далеко не дураков, могли попасть в беду. Вячеслав счел своим гражданским долгом обратиться в полицию, чтобы пресечь действия, которые он определил как мошеннические. Неизвестные пытались по телефону выудить у него персональные данные, которые потом могли привести к незаконному списанию с его банковской карты денежных средств. Однако полиция моим обращением не заинтересовалась. С моей точки зрения задачи полиции направлены не только на поиск преступников, но и на профилактику правонарушений. В данной же ситуации я столкнулся с полным равнодушием полиции. В итоге я получил отписку от заместителя начальника полиции Мара Агадана АМО Салимова о том, что каких-либо противоправных деяний в данном телефонном звонке совершенно не было. У жительницы Магадана Тамары история гораздо печальнее. Мошенникам удалось украсть ее деньги прямо через мобильное приложение банка ВТБ. Как это произошло и какую позицию после совершения преступления занял банк, Тамара рассказала вечернему Магадану. У меня в начале сентября мошенники взломали мобильное приложение ВТБ онлайн. Я ехала с работы домой и у меня запиликал телефон. Я посмотрела, что кто-то вошел в мое мобильное приложение. Я, естественно, не могла, потому что была за рулем. Ну и что я могла сделать? Я первоначально зашла в приложение и позвонила в банк с мобильного приложения. Позвонила в банк, не зная ситуации, спросила у них, ну, у меня кто-то взломал или что это происходит. Я не знаю, что происходит. Мне предложили заблокировать мобильное приложение. Скорее всего, это мошеннические действия. Ну и я им объясняю, говорю, да, давайте блокировать. И мы начали проходить идентификацию. Пока спрашивали фамилию, паспортные данные, там еще адрес проживания, вот это вот все. У нас связь прервалась. Я опять же, давай, названивать с мобильного приложения. Дозвониться, естественно, не смогла. Позвонила уже, когда остановилась, позвонила уже на горячую линию. Позвонила на горячую линию и объяснила им опять ситуацию, что у меня кто-то взломал мое мобильное приложение, пока я разговаривала с вами по телефону, у меня уже перевели с кредитной карты на основную карту деньги. Они мне говорят, давайте опять заблокируем, опять мы проходим идентификацию. Пока мы это все проходили, у меня денежные средства ушли к какому-то мошеннику. Пока происходила эта долгая коммутация Тамары с банком ВТБ, мошенники успели перевести с ее карты оставшиеся деньги на обычную карту. Списать с нее уже не успели, потому что приложение все-таки банк заблокировал. По совету сотрудников банка Тамара написала претензию, в которой обстоятельно объяснила происшедшее, но через три дня банк ответил отказом, заявив, что это ее долг перед банком. Получив все выписки о совершенных операциях, Тамара обратилась в полицию Магадана. Заявление о мошеннических действиях было принято, но спустя почти месяц после обращения Магаданки уголовное дело возбуждено так и не было.